МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дисплеи могут знать, что вы хотите увидеть. В Великобритании разработана система, которая позволяет жителям города получать нужную и персонифицированную информацию с помощью уличных дисплеев. Давайте посмотрим, как это работает. Надо просто установить приложение, и тогда все дисплеи города будут в вашем распоряжении. Таковая идея сервиса ТАСИТА. Система разработана специалистами Университета Ланкастера в Великобритании. Сейчас ТАСИТА работает на нескольких десятках экранов в студенческом городке. Все дисплеи в системе оснабжены блютуз-маяками с низким энергопотреблением. Когда пользователь подходит к одному из экранов, тот определяется приложением, и можно выбрать контент. Это может быть телевизионная программа, прогноз погоды или расписание автобусов. Юзер сам формирует список того, что ему интересно. Большинство сервисов с использованием экранов в городе имеют статичный контент. Некоторые используют камеры, чтобы определить людей и то, когда показывать что-то. А ТАСИТА – это первая система, которая действительно позволяет пользователям напрямую влиять на контент. Это будет интересно рекламодателям, ведь обычно люди ходят и не обращают внимания на дисплеи. Но если дать возможность выбирать то, что будет отображаться, дисплеи будут привлекать больше внимания и использоваться. Значит, можно демонстрировать на них и рекламу. Сейчас в сервисе ТАСИТА еще не решен вопрос с тем, какой контент будет отображаться на дисплеях, если к нему подойдут несколько пользователей сервиса. Также сейчас выбор информации из списка пользователя для показа определяется в случайном порядке. Но разработчики собираются внедрить возможность подбора его в зависимости от ситуации. К примеру, если человек выходит из здания, то будет показано расписание автобусов. Из смартфона можно сделать 3D-сканер. Израильская компания IQ Vision Technologies Ltd создала приложение под названием «Клон». Оно-то и позволяет наделить гаджет, который есть почти у всех, новой полезной функцией. Это выглядит довольно просто. Надо навести камеру смартфона на предмет и произвести съемку с разных сторон. Затем приложение «Клоун» задействует сложные алгоритмы перевода последовательности из двумерных изображений в 3D-модель. А ее, в свою очередь, можно редактировать, изменять размер, текстуру, цвет. Это востребовано многими, от разработчиков игр до сферы электронной коммерции. Например, если вы хотите что-то продать на eBay, можно сделать необычное плоское фото, а предоставить покупателям объемную модель. С ней можно будет взаимодействовать, рассмотреть со всех сторон. Приложение условно-бесплатное. Полученные модели можно разместить на ряде интернет-платформ. Если требуется экспортировать в STL-файл, то за каждую модель придется выложить 70 центов. Поиск планет, пригодных для жизни, продолжается. В Европейской Южной обсерватории в Чили установлено новое оборудование, которое позволит более эффективно исследовать космос. Установка имеет интересное название «Эспрессо». Расшифруем его прямо сейчас. В Чили в обсерватории в местечке Ла Сила есть большой телескоп с зеркалом диаметром 8 с лишним метров. Недавно на него установили «Эспрессо» — огромный, чувствительный и очень точный спектрограф. Оригинальное название расшифровывается как «Спектрометр Эчеля для поиска скальных экзопланет и стабильных спектроскопических наблюдений». Подобное оборудование с использованием анализа спектрографических изображений из космоса уже применялось учеными, причем успешно. Ранее с помощью телескопа HARPS была обнаружена солнечная система в созвездии Водолея с тремя планетами, на которых возможно существование воды в жидкой фазе, а стало быть и белковых форм жизни. «Эспрессо» в несколько десятков раз точнее HARPS, так что астрономы надеются повторить успех и найти еще большую сестер нашей Земли. На сегодня все. Смотрите «Хайтек» и пишите на нашу почту. Мы готовы рассказать о ваших изобретениях в нашем эфире. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова